здравствуйте друзья сегодня мы снова с вами находимся на озере клянь сибири мои друзья геннадий кузьменко и виталий сажня прислали мне свои приманки на тестирование геннадий прислал блесна виталий силиконовые приманки и сегодня попробую разловить их на этом озере как всегда все что получится из этой рыбалки вы увидите из короткого видео отчета если вы хотите быть в курсе всех наших рыболовных путешествий нажмите в правом нижнем углу квадратик с логотипом нашего сайта и вы автоматически подпишитесь на наш канал но мы сейчас соберем снасти и пойдем ловить рыбу геннадий прислал мне вот такие вот блесна это копии палов причем вот это вот расцветка очень интересна зеленая такой неестественный металлический цвет другой желтая с красным это расцветка уже давно снята с производства однако является одной из самых уловиц и по 0 3 если не ошибаюсь называется и хочу погонять как попробовать как она будет здесь работать потом вот копия руни ведь одна сторона черная с блесками на полосы зеленые и белые вот это пола маленькие тоже ты вот ирландовская блесна вот это как гена их называет сейчас вытащу одна яйцевая почему так называет потому что цепляется здесь застежка карабинчик цепляется за тут же за тоже колечко что и крючочек она вот так вот выглядит приманка в воде очень хорошо работает на падение на планирование я вот на ленина речке лови очень хорошо бросаешь под кустик начать сыпаться рыбы и хватает это же вот ирландовская блесенка копии вот милы идут полтора грамма тоже различные это веспа это ватерландовские блесенки тоже с различной подложкой попросил геннадий сделал именно такую разметку поджука пошелы наверно видели в одном из фильмов мы были с миши с товарищем у него была вот такая вот блесенка расцветки поджука и разгромировал у меня со счетом 3 1 на одну мою понял было 3 его хотя блесна были фактически у меня даже намного больше был ассортимент блесен а не было именно этой расцветки вот именно расцветка это сработал супер по пассивной рыбе поэтому геннадий попросил чтобы он не сделал как бы эти блесенки и вот он прислал различные модели с такой раскраской ну и попытаюсь сегодня все это обкатать то ли сажник прислал мне вот свои приманки личинки черви раки он является разработчиком приманок фишап все приманки уже неодноклассно тестированы на украине в россии на танту мы хорошо ловили здесь и в германии вот остальные приманки кроме танты все как бы для меня новые и хочу их сейчас попробовать на форели вообще на виталика приманки я еще не ловил форель поэтому питая большие надежды надеюсь что понравится рыбе ну это вот в курсе в курсе коротко скажем так о приманках различные цвета там идет зеленый тут цвет есть и оранжевый желтый сырный такой кремовый цвет фиолетовый лох весь ассортимент местной рыбы предложим а уже как она на это отреагирует ну посмотрим это рыбалка спинга у меня такой это мотаги до 1,8 грамма катушечка шимоносуаре нанофил 004 и 0,14 флюрит значит другая одна моих из любимых новых удочек владимир земцев посоветовал мне помог приобрести очень недоволен белиза карантия значит до 7 грамм катушка дайва лувиас нанофил 004 и 0,16 флюрит а здесь у меня уже старый боец и уже ловлюная рогута 2 на нее это мотаги до 4 грамм мотаги супер мумароэль тоже у меня здесь катушка дайва лувиас также нанофил 006 и 0,16 флюрит значит на силикону до 1,8 грамма мотаги я поставил личиночку от виталика с головочкой 0,2 грамма для начала я ее одел почти ровно то есть сейчас чуть-чуть поправлю вот так вот она и дальше уже буду больше делать изгиб то есть я начинаю с почти ровной смотрю как рыба реагирует а потом больше и больше загибаешь она потом вот так вот и когда получается любенькие рыбочки делаешь как бы приманка вращается в воде и привлекает форели но я уже не раз сталкивался что именно вот почти ровно одеваешь приманку это очень хорошо сказывается на клюве форели поэтому начну так а там посмотрим значит блесна какие значит здесь я поставил геннадия кузьменко блесну это реплика пала а здесь блесенка руня блесенка руня вот реплика ну и посмотрим сейчас пока тянулись особенность водоема такая что пока темно клюет только натуральные приманки на стойка то есть без движения когда я первый раз был здесь мне по темноте только щуку одну удалось поймать а форель как бы молчала но как только расцветает форель становится более активной как бы тогда можно уже половить вот так сейчас периодически бросаю чтобы скучно не было но чтобы надежд не питая хотя есть водоемы где наоборот именно вот в таких вот сумерках форель неплохо клюшу в утренних что в вечерник но везде пара на этом вот так я приехал сюда четвертый раз и пока вот вижу ту колую те кто на стояка стоит там набины мадан личинка восковой моли ловит или на пасту вот у них еще есть поклёвки вот на всю воде рачек 20 на раз здесь вот пока по темноте поймали три форель вот первая форель к на геннадина блесенка ведь одна сторона желто с красным 2 такая зеленая только начало светать и рыба начала брать в принципе как и сейчас он поймал форели там саша помог чем лакс форель первое в жизни его эрсти им лебен я тасс и слайкс форели он в их и блингерсах блингер даст блингер фольмы бомбы долго не было поклевок поставил личинку виталия сажнева такую телесного цвета вон она видите прям во рту у нее и сработало отлично так вот ее загнул в у нас там в воде небольшие кульбиты устраивал и легенькие подергивание головочка 0 2 грамма такая вот лети личиночка к сырного цвета и поймал форельку а до этого я сейчас вам покажу кидал вот такую не нагруженную проплывала форель под ногами бросил заглотила полностью по в рот и полностью причины не было видно и нервы как бы не выдержали дернул и выдернул изо рта просто вот на неогруженном крючке вот так видите на неогруженном крючке клюнул тоже рачок этот виталия так что работают у личиночки приманочки спасибо виталию техники проводки очень простая дал забросить вернее забросил дал чуть-чуть заглубиться так вот легенькие покачивания и очень медленное вращение катушкой паузами то раз два три четыре паузы еще дал ручки очень любишь в этом ничего такого страшного твича не исполняла так тоже чуть-чуть крутанется шевельнется там как живое насекомое и дальше потихонечку пауза так вот подошла рыбка близко не тому видно ее нет попробуем под нос и кинуть форель недавно запустили но почему-то не активно еще после запуска у всех начинает хватать а сейчас вот там на всего и там одну вытащили там одну вытащили она не очень активно почему-то реагирует то ли накормленная не знает опять какие-то проблемы с погодой когда я первый раз был здесь ну просто бомбовая рыбалка была второй раз тоже была бомба а сейчас вот чем дальше тем хуже прошлый раз мне всего 7 удалось форели здесь поймать за везде ну сейчас правда начало пока дня ну две штучки и вот одна поклевка была вот на генуну блесенку счет я на нее поймал потом поклевка была на в реплику пала и вот была поклевка на рачка нимфу ответали вот поймал я одну сейчас на личинку вот на такую очень капризная рыба будем надеяться что-то еще удастся поймать была интересная историю видел прям под ногами проплывал форель кинул блесенку дандиа кузьминка жучка и начал просто вот вертикально играть несколько раз атаковала один раз даже заглотила успел ее подсечь все не не получала била била несколько раз пока не увидела меня и не убежала так что это все таки это напоминает явный панцирь какого-то жука форели а в проводку вот виду был один тычок и все что-то нужно подобрать скорость проводки дело в том что если вы видите на воде лежит очень много листьев и практически невозможно полностью делать провод то там зацепиться за лист то там и видно сбой вот эти в игре не те что нужны для того чтобы форель атаковала будем подбирать что-нибудь жучок сработал геннадия кузьменко долго долго не не подавалось я соблазни давай давай родная выходил фуку кобой подруги мелкая привод а ушла ушла прямо перед подсак он молодец сбилась до конца на свою жизнь вот видите в этом жучок наш работа отлич по законам германии часть водоема должна быть отделена как заповедник для рыбы где рыбу ведь нельзя где-то бы она оставит и спокойно если один день что вам сейчас будет видно какое здесь количество рыбы просто обалдеть мне кажется что рыба такая дурная нифига вот он ходит спокойно все если же она даже выходит тут же начинает ускоряться носится так что не успеешь что-то подбросить здесь пожалуйста стоит отдыхает ну она знает что здесь ее трогать нельзя тут даже ребята и наши пройдут там пару камней кинуть чтобы рыба вышла потом хоп вытащили но это как говорится тоже не совсем легально вот видите вот и простые форели лакс форели вон ходит золотая форель кишит ее и тут же попробуйте сюда посмотреть здесь вообще ее не видно так что рыба далеко не дура прошлый раз пока включил камеру пока хотел показать что на блюхин кук клюна форель ко второе дыхание обрела и ускакала перед сам подсаком сейчас я не стал долго задерживать вот она пал в исполнении геннадия кузьменко и прощение что-то на берегу ну муж и слетает вот она личиночки вылетела изо рта у нее я ее туда побольше стянулась а была побольше загнутая форель взяла так вот была одета приманка широкую форель схватила причем ее вел видела она догнала схватила выплюнула не успел подсечь и 2 все-таки заживала то есть приманка съедобная запахом со вкусом форели доедает так что виталия большое спасибо еще одно произведение искусства геннадия кузьменко такая красота и вот такая вот форелечка на первом забросе поклевку на втором села попробую я сейчас сделать червячка тут выкину садить если на крючок отдел просто 0 12 головочку застопорил ее порезанным стопором поплавка и так вот отдел червячка виталия посмотрим сейчас вот новичку везет сегодня тащит он хорошую еще одну лакс форель молодец то не уже 3 года я еще на фиш на блесенке лились у него других нету просто ауди фольма я и шварц-шварц-вайс я фольма хайст дизе блинкер варте варте форди к фоли мы сейчас было три поклевки но не реализовал чем у нас хотел прям уже когда вытаскивал под ногами выскочил форелька хочу сейчас поставить вот такой толберочек калекана от понтон 21 на на 52 миллиметра 82 грамма конечно для этого водоема он как бы тяжеловат но просто поставить что-то новую дитмушу прессуются в техтором бомбят рыбу на что-то новенькое дать посмотри борьбы тут заснял одну забыл заснять такой лаксик небольшой лакс форель попалась и там вон еще один лежит два штуки два схода процессы друзья окончание фильма сниму дома снимаю вернее дома хочу рассказать о приманках поподробнее на которых которые использовал на последней рыбалке конечно прежде всего это блесна геннадия кузьменко который мне прислал ну и сразу же начну бы по порядку первая блесна которая сработала это реплика пола 0 3 как бы расцветки которые уже сейчас практически нереально где-то купить разве что в японии где-нибудь на вторичных аукционах но вот правил не купишь блюзинка два с половиной грамма тигена еще тут делает цветные кембрики на крючки возможно это тоже скажется положительно на клеве рыбы на вот первую первую рыбу была поймана именно вот на эту блесну потом неплохо так же сработала реплика блесны веспы оригинальная раскрасочка ну естественно те ватерландовские блесенки и минуты джук который просил геннадий чтобы мне сделать этот рыжок в гости это темно-зеленый здесь он немножко другая расцветка жуковая зелеными полосами есть темная подложка фиолетовый жук темно-зеленая подложка вот эти вот блесна как бы были на последней рыбалке фаворитах заснял я немного поймана было 7 рыб но было наверно минимум столько же и сошло схода в основном как бы были не потому что какие-то проблемы со снастями или с крючками а прежде всего из того что приходилось очень форсировано вываживать людей было много народ беспардонный был то есть рыбу зацепил тут же тебя два-три человека перебросили свои сбирулины леска там их в палец толщиной так что она пересечется с моей с моим нанофилом 004 006 то естественно сразу порвет что и случилось один раз и поэтому приходилось быстро быстро вываживать скоростное делать вываживание немножко перетягивать тормоза и за как бы были сходы но в принципе это не смертельно главное свое удовольствие от рыбалки получал рыба клевала это самое важное хотя опять же вот если взять первые две рыбалки клевок был довольно таки приличный а вот последние две рыбалки очень очень такие трудовые не так много было поймано работала в основном и равномерная проводка придонная то есть ведешь кей по самому дну проблематично вести потому что лежат листья и если зацепляешь за дно сразу же цепляешь лист и поверху на самом-самом верху поклевок не было то есть рыба вверху не держалась все таки земноходно она где-то нужно было ловить где-то в средних слоях ближе ко дну и здесь он хорошо работал равномерная проводочка иногда делаешь там сбивы либо подергивание большие либо сбрасывание кончиком удилища за за проводку там не более там трех-четырех сбросов и вот как бы такая проводка провоцировала рыбу на поклевки между поблесном еще что мне я в предыдущем фильме рассказывал хранил виталий сажнев прислал мне разработчик приманок fish up прислал мне свои приманочки различные и самое главное что я упросил основной это вот такая вот личиночка и очень хотелось я попробую по форели как вот перевернуть чтобы не рассыпалось вот тут есть и черви вот виталия червячки вот такие нимфы знаменитая танта просто бомбовая прибанка ну вот первый раз мне попались вот личинки я значит размеров несколько да есть размер вот такой скажем так средний маленький размер да и вот вчера сработал именно вот средний размер причем на личинку нужно именно вот так вот одевать она почти ровно чуть-чуть идет небольшой загиб потому что рыба была пассивная если загиб скажем так вот так больше и загнут это она все-таки более резки дает кульбита и в данном случае то что было вот на прошедшей рыбалке так такой сильный загиб не приводил поклевка а вот здесь вот именно слегка изогнутая приманочка подергиваешь она немножко там заваливается вот так вот сбоку на бок проводка опять же то же самое повседоблю сверху рыба не брала холодность это по дну невозможно провести слой листьев то же самое нужно было заглубить дать заглубиться приманки там тоже скажем той же личинки поближе ко дну и потом медленные такие коротенькие рывочки 1 2 там 1 2 3 и пауза чтобы на то есть подергал как бы сколыхнулась приманкой дает медленно сыпется ловил я на головочку 0 2 грамма и этого было достаточно то есть приманочка для заброса мне хватало интернета метров на 15 летела на нанофиле 004 этого вполне достаточно для того чтобы планировать тоже этот вес как бы 0 2 грамма чтобы был достаточен для того чтобы или кстати не слишком большой для того что приманка бы медленно планируешь козык отдел подернул там кида сделала кульбит разворота медленно медленно падает опять подергал опять лишь медленно пуститься ну по моему пару форелек я поймал пару сходов у меня было на это так что вот это вот приманка сработала лучше всего и опять же именно вот этот вот не знаю сырный цвет вот здесь у нас именно такой цвет этот цвет биненманная личинка восковой моли и очень много популярная ловля на эту личинку очень популярна в германии особенно ловли на трамаре вот идет поплавок дальше идет нарезки установлена такая капсула которая там погремушки или там специальные там такие штучки которые гремят а дальше уже поводок на поводок одевается бин и маден причем они его одевают где-то вот так вот скажет как буквой г и когда ведут то есть он так вот вращается этот бин и маден и получается этот звук привлекает форель и она подходит и есть как бы натуральная приманка были в этот раз тоже эти трамарельщики пришли их сразу можно узнать мне подъезжать не такие подставки на колесе на страну 10 или 12 удилищ стоит ну с утра они поймали несколько штук а потом все клево у них прекратился у нас все-таки мы немножко там ловим как скажем так нашем углу они подошли посмотреть сначала вы покажи на что ловишь но я показываю эту приманку это чего ты на живой бин и маден типа ловишь а нет искусственные я ему дал он так пощупал подержал это где ты взял в украине будет продать сразу тебе зачем вы же натуральный воде не нет и что такая классная вещь говорит нам год после каждой поклевки нужно менять приманку она эту вот можно ловить несколько штук это то что надо ну говорю нет на продажу у меня нету самому тут товарищ прислал несколько штук если надо он ищите на украине или в берлине сейчас уже есть представительство там думаю будут эти должны быть эти приманки по крайней мере скажем так что трамарельщики тоже заинтересовались этой приманкой и не удивляйся на водоемах германии скоро увидят именно людей ловящих на трамареллу именно вот на вот эти вот приманочки на телечинки от виталия сажнева значит одну форель я поймал я почти не ловил голову геннадия кузьменко со мной был йозеф он кстати пастор священник но тоже увлекся рыбалкой время у него катастрофически не хватает мы как-то с ним были на речке лена я убрал с собой и он целый день со мной отмахала так не повезло ему ничего не поймал то в этот раз святой святой апостол петр послал ему удачи он поймал 5 и у него все были лакс форель то есть я поймал 7 рыб но у меня только 2 лакс форели и 5 обычный форель а он поймал 5 лакс форели и он ловил на плюс опять же фаворитах опять как и прошлый раз у меня было то я ему подсказала где-то блесенка фольмы тела фишинг и на эту же блесенку я тоже поймал 1 лакса вот а йозеф ловит они тут все и и фольмы и лесенка и салгир и нэйл много ну короче фактически вот у него был весь набор наших блесен он как купил их в ангельку луса ты вот только вот на это что вверху вот эти блесна вот на эти блесна он как бы ловил блесна тела фишинг дриф вообще приманок просто не было это же вот это его первая в жизни была рыбалка по ловле озерной форели остался он просто в восторге очень понравилось и впечатлению самый приятный силы как следующее выходной я тебе звоню и поехали опять вместе друзья я в этом фильме кратко рассказал о том как прошла последняя рыбалка на кляйн сибири надеюсь что тем кто поедет по моим стопам этот фильм как бы будет интересен и будет полезен если вам нравятся наши фильмы пишите комментарии ставьте ваши пальчики вверх приснять с ним в фейсбуке контакте в одноклассниках приснять нашим совместным поездкам на рыбалку хочу напомнить 15 января мы собираемся в ангель парк хан приехать может любой желающий регистрация открыта на нашем сайте вы можете зарегистрироваться и приехать на нашу встречу всегда рады новым друзьям присоединяйтесь субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok